мы купили деревообрабатывающий станок вот такой у нас сейчас его открою коробку и соберем вместе 210мм на 30мм вроде хороший диск качественный дальше такая же ребята это у нас для защиты это у нас стол для станка сейчас мы вытащим его вот такой станок у нас сейчас мы его вытащим отсюда и постараемся собрать это тоже у нас защитка это чтобы толкать лишнее мы сейчас уберем откроем наш станок вот здесь еще лезвие есть это у нас рубанок получается здесь лезвие тоже есть острые одна лезвие и вторая лезвие сюда сразу установим щиту чтобы фальцами порезать вот сюда нажимаем он открывается потом закрываем этот предохранитель у нас тут у нас класс масса идет это металл дальше это штуковина когда мы его крутим это стол опускается и сюда обратно когда крутим это стол поднимается поднимается короче высоту сколько нам снимать сколько нам снимать то есть этот рейки сколько снимать снимать это тоже хорошо это тоже плюс дальше вот здесь раз есть что и и и и и и столик тоже установим устанавливается вот сюда направление диска мы поменяли здесь получается краски стрелка в эту сторону и зубцы тоже как раз сейчас поменял снял правильно поставим дальше это у нас как бы защитка защитка и еще оттуда здесь еще одно закрепление идет у нас закрепляем столик это все у нас пластмасса получается почему они металлические не знаю это скорее всего для того чтобы он легкий есть еще в месяцах такой шланг гофрированный шланг а ну так тоже установим сюда это тоже установили для защиты сейчас будем устанавливать линейки линейки устанавливается вот так с этой стороны здесь у нас снизу имеется и потом закручиваем а линейку тоже установили сейчас к нему идут вот такие крепления откручиваем и вот отсюда надо загнать его а У нас получается, когда мы откручиваем это, и вот так откручивать или закручивать. Этот шланг у нас получается отсюда, сюда одеваем и одеваем вот сюда наверх. Это для того, чтобы отсюда, которая идет опилка, сюда не брызгалась, отсюда опять, вот отсюда она идет, сюда же попадается, и отсюда он выбрасывает. Уже вот, как я говорил, сюда можно и мешок прикрепить или что-нибудь придумать. Какой-нибудь шланг достанет или что-нибудь придумать можно дополнительно. Вот так он будет подниматься, доску будем ставить, будет подниматься и потом опускаться. Защита дополнительная. Это тоже собрали. Дальше еще осталось у нас. Вот это нельзя. И вот это. Сейчас мы его соберем. Это у нас, как он его регулирует, сейчас посмотрим. Смотрите. Вот эти штуки у него сюда ставят. Это у нас ножки. Его можно к столику крепить, можно не крепить. Все, ножки тоже готовы. Сейчас смотрим. Вот, включаю. Обороты хорошие. И этот рубанок тоже работает. Здесь тоже обороты хорошие. Лучи закроем. Это, походу, не игрушка. Ну, мы еще возьмем доску, завтра проверим, как он пилит. Но с такими оборотами будет хорошо пилить. Так что, станок хороший. В работе потом проверим и сделаем видео. Покажем вам, как он работает. Вот такой станок у нас получился. Вот этот так и не нашел, куда его крепить. Инструкции тоже не было. Удобный, очень легкий, компактный станок. Можно сидя на таблетке работать. В любое место можно переносить. Здесь еще имеется вот рубанок. Можно столь рубанка опускать на сколько миллиметров и поднимать. Все показано. То, что нужно, все имеется. Все рассчитали. Как работает, мы отдельное видео сделаем. И покажем. Смотрите. Все рассчитали.